Привет друзья! Хотим сообщить, что теперь играть в покерумах от нашего сайта стало еще выгоднее. Мы запустили возможность оплаты товаров с популярных маркетплейсов за Пекарь Стас Пойнс. Регистрируйтесь в покерумах от портала Пекарь Стас, за активную игру вам будут начисляться Пекарь Стас Пойнс у нас на сайте и вы сможете потратить их на покупку абсолютно любых товаров с маркетплейсов. Это может быть бытовая техника, любая электроника, смартфоны, мониторы и тысячи других товаров. Подробности по ссылке pekarjstas.com.psp Вот по поводу эксплуата вот многие люди играют чисто по статистике знаете очень много смотрят эксплойтов по статистике но скажем так мой взгляд на эту тему что статистика тоже нужно к ней относиться аккуратно то есть приведу примеры насколько статистика может быть обманчива например показатель went to showdown он может быть например очень высоким и вы будете думать что оппонент телефон например он может быть увеличен за счет того что оппонент играет допустим иногда 40 bb стеком или например за счет того что он больше подконтролит но это не то есть человек воспринимает эту информацию зачастую рек что человек в среднем прямо на ривере думает блефовать или не блефовать и против человека с одним и тем же венту шоу дауном ой точнее с более высоким шоу венту шоу дауном не будет блефовать я может быть для кого-то покажется что странные вещи говорю но это действительно не всегда так работает то есть или наоборот низкий венту шоу даун может быть у человека например который много сам агрессирует вот например вот вы играете какой-нибудь лимит нл-50 и там у кого-нибудь парня например ввсф-53 и ввсф-53 и венту шоу даун 26 и вам кажется ну блин он да агрессивный но выбрасывает очень много но нет у него венту шоу даун такой низкий просто венту шоу даун это же просто прямолинейно переводится как ну доход до вскрытия он не доходит до вскрытия не потому что он слишком много выкидывает до во всех ситуациях а потому что он где-то руки которые скажем так можно было бы довести до шоу дауна он их чаще в блеф превращает новость превращают шоу даун блеф или в блеф то есть его его поле позволяет и он переблефовывает скажем так вот поэтому статистика это все хорошо на ключевой момент в том что не нужно на ней зацикливаться и вообще в идеале я всегда советую играть но самое идеальное это около четырех столов но если очень хорошие составы конечно можно играть около шести но не больше и стараться писать нотсы на своих оппонентов то есть ну вот например вот здесь вот вот примерно вот сюда то есть я же тут ничего не готовил за последнее время низкие фолды в трибет потах то есть если вообще показывать а игру с точки зрения эксплуатов я считаю самое эффективное это смотреть на шоу дауны вы играете четыре стола где-то идут шедешки вы просто берете и пролистываете да в какой-то момент даже можно ставить паузу пролистывать и обращать внимание именно что показывают люди не просто в тупую на статистику а именно анализировать что человек показал так как он зачастую можно просто понять как человек мыслит то есть например вот или ставить раздачу человека или это можно делать после сессии так просто листайте раздачу ваших оппонентов смотрите на шоу дауны вот мой совет по поводу поиска эксплойтов поляны когда у вас будет большая насмотренность реков вот у вас есть например на лимите несколько регуляров которые хорошо играют посмотрите именно их раздача не их статистику так ставит в мою карту большой рб не знаю что за оппонент карта моя то есть двойка подходит больше моему диапазону на самом деле у меня диапазоне гола 45 скорее всего не будет потому что я их 3б чем но он этого не знает и визуально просто низкая карта подходит моему диапазон и большинство людей то есть в данной ситуации недобаррливают с голыми блефами типа там валет дама расстояние ожидаю такие руки да я ожидаю что он какой-то фд поставит комбо дро может быть туз-4 туз-5 но туз-4 туз-5 против моей руки имеют гетшот оверкарту поэтому еще и до блефовать могут и как по бланкам в теории так и по разным страшным роналтом будет сложно там сразу выкинул нет какого-то понимания как человек играет на явно регуляр лучшая рука для 4 бета без позиции это всегда будет рука с блокером на его продолжение то есть если оппонент будет продолжать на наш черед 4 бат чаще всего туз король то лучше короля заблочить или туза и поэтому выбирать руки король 10 король дама туз 10 может быть туз валет в 4 бет может быть туз даже 5 хороша будет на без позициями так открыл тут 10 игра против непонятно какого он думает монотонный борт низкий и что можно сказать ну явно у него здесь преимущество у него есть король 2 король 5 дома 7 какие-нибудь попадутся валидеть поэтому в целом конечно здесь имеет смысл немножко играть более пассивно потому что оппонент имеет право здесь чуть чаще нас чек резить и создавать какие-то сложности для меня здесь он ставит две трети можно строить диапазон рейза и это будет окей с допушим по реверу и какая рука здесь будет хорошо но вот моя красы будет наверно самое хорошее то есть его выбрать если я здесь открываю только туз 10 нижняя рука то как раз блокером у меня будет здесь исключительно вот это 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 получается у меня три комбинации и какие-то комбинации с флешами соответственно я буду точно так же играть то здесь это не десятка бубновая какая-нибудь бубновая червовая крестовая это три комбы ну и здесь мне набрать нужно будет всего лишь там 5-6 комбинации флешей для того чтобы я мог точно также разыграть на были тяжелое решение для оппонента по поводу балансировки диапазонов смотрите по поводу балансировки диапазона в принципе балансировать диапазоны нужно только в некоторых ситуациях с регулярными оппонентами которые это могут жестко эксплуатировать то есть самый яркий пример эксплуатов от поля полею типа nl 50 25 100 это например сайзинге на флопе в сингл рейс поток когда человек сплитит их вот в реальности действительно можно сплитить то есть использовать там 75 процентов 50 процентов вышла к это туз хай доска вы знаете что на туз хай доске самый эффективный сайзинг этих обычную я для регуляров все-таки записываю больше эти ролики что самый эффективный сайзингом бета это 25 33 процента но если оппонент не эластичен вы естественно можете поднимать и вот прикол в том что даже регуляры большинство не очень эластичны к этому сайзингу поэтому вы ставите большие сайзинги обычно там попу ну увеличиваете сайзинг хотя бы до половины пота вот но балансировать нужно тогда когда вы считаете просто что за вас это могут наказать если вы считаете что оппонент не может вас за это наказывать то можно нужно очень сильно подстраиваться анализируя то ну до какого предела вы можете подкручивать сайзинг и уменьшать за блефами то есть в целом естественно мы играем в эксплойты первое это мы смотрим статы но относимся к ним аккуратно такие немножко подвыводы да уже уже примерно середина видео второе мы смотрим на шоу даун и приучаем себя анализировать поле в принципе это основное так и 3 3 это мы заходим кто из-за того что у нас есть большая насмотренность шоу даунов и может быть какие-то наигранных рук в базе оппонентов тут 50 на 53 бетим мы соответственно лучше понимаем когда смотрим готова wizard или какой-то другой ну этот solver соответственно мы лучше понимаем насколько сильно будет различаться стратегия наших оппонентов с тем что там нарисовано 62 на 12 но это метка конечно же фиша 2 хобби игрока но с нашей рукой с бетать смысл вообще нету флоп да и терн не то чтобы есть смысл бетать хотя бы была бы дама или хотя бы какой-то валет 10 у которого больше ронаутов надоест но наша рука она никуда не может доехать кстати инста чек от баттона инста чек от баттона дважды это говорит о том что он точно слаб опять же бетать смысла нету мы ничего не соберем даже с его оппонента валет но только с вальта можем собрать может может и пожадничать можно нет смысла бетать не в не вижу смысла бетать смотрите баттона я не рассматривал в игре вообще потому что он дважды сыграл чек это либо и инста чек это либо какая-то супер ловушка либо он пустой но чаще всего он пустой когда он два инста чека играет рука ну очень плохая у меня была для бета без меня если игрок на бб сидел с пипом 67 на 11 то я бы вальта за battle за вы любите но все-таки там сидит игрок 31 на 17 поэтому такого я об это сильно не нахожу больше покер водов и видеокурсов от профессиональных игроков вы найдете вип-клубе нашего сайта пекарь 100 . com slash vip друзья спасибо за просмотр и хорошего вам дня не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео